Обещаемый в Гуяне без номера. Огонь зеленый, постоянный. 910,1-910,34 километра. За правой тонкой судового ухода у острова Печерский песке. Проведение мероприятий «Слав средств» по укреплению береговой полосы. Всем привет! Хочу коротко коснуться темы радиосвязи на воде. Нужна радиостанция, не нужна. Это особенно будет интересно тем, кто не знаком вообще с этой темой и далек. Но думает брать эмурацию, не брать эмурацию. Поделюсь своим мнением по этому поводу. У меня есть рация речного диапазона, есть рация не речного диапазона, которая у меня настроена на гражданские каналы, чтобы общаться в группе. Сейчас коротко объясню, что для чего. Если вы ходите на реке судоходной, то есть по Волге, по Оке, судоходная река, то все суда на этой реке используют речной диапазон. Эти частоты очень такие специфические, и поэтому рации достаточно дорогие. Их мало под этот диапазон, кто его пускает. Речной диапазон. У меня рация есть, она у меня работает в основном на прием. Потому что у меня лодка ПВХ, у кого такие лодки нерегистраты маленькие, там лодки ПВХ, байдарки и прочее. Они, как правило, не шлюзуются, поэтому рация речная им особенно-то и не нужна. То есть, чтобы там, понятно, если вы шлюзуетесь, то вам необходимо просто релетостанция, чтобы связываться со шлюзом и решать вопросы шлюзования. То есть, там все эти команды по шлюзованию, согласования, осуществляются как раз на этих частотах. Но, тем не менее, я такую рацию с собой ввожу. Для чего? Во-первых, у всех вак-проходящих кораблей, больших и маленьких, и катеров, и маломерных судов, раз речного диапазона всегда дежурит на пятом канале. Это такой вызывной канал и канал бедствия. То есть, если случилась у вас какая-то проблема, то вы можете обратиться за помощью к проходящим кораблям или услышать с их стороны какой-то запрос помощи или что-то еще. Кроме того, вы можете выйти на связь с каким-то проходящим катером. С большими судами, наверное, нет смысла связываться. А вот с небольшими катерами, с маломерными судами, с какими-то яхтами. Можно связаться по каким-то вопросам, тоже там что-то узнать, что-то уточнить, по каким-то маневрам. Обычно также выходите на пятом канале, вызываете интересующий вас катер и просите перейти на канал для общения маломерных судов. Как правило, для этого используется 25, 42 и, по-моему, 43 канал речного диапазона. То есть, просите перейти на 25 канал, например, и там согласовываете или там обсуждаете, что где там, например, там где заправка, там или где можно стоянка или там что-то еще. То есть, можете о чем-то или там какие-то маневры свои согласовать. Вот. Ну, больше-то речная радиостанция особо ничего не нужна. А, ну, еще, конечно, путевая информация. То есть, по речной радиостанции, по речным диапазонам есть каналы, в котором там в каждом водоеме, как правило, в крупном, там в какой-то период времени передается там важная путевая информация, также погодная информация, предупреждения погодные, там штормовые. Это тоже можно услышать, используя радиостанции речного диапазона. Поэтому она у меня, как правило, эта радиостанция стоит на прием. То есть, использовать я ее практически не использую на передаче. То есть, в самых-самых крайних случаях. Другой вопрос. Если вы идете в группе, и вам нужно общение между участниками группы, то есть, там, на воде, а может, даже и на берегу, или где-то угодно, в любом походе, в любом месте, как быть? То есть, рация речного диапазона для этого не подходит, потому что все-таки она не предназначена, там, для засорения эфира всем, там, обсуждением, там, каких-то личных, конкретных, там, действий. Вот. Для этих целей, для этих целей можно использовать, можно и нужно использовать радиостанции гражданского диапазона. Это UHF-радиостанции. Вот сейчас их много. Они совсем недорогие, их огромный выбор. Выбираете UHF-радиостанции и устанавливаете на нее, там, сетка частот LPD или PEMIR. Это гражданские частоты, которые не требуют никакой регистрации, никакого лицензирования. Свободно можно общаться на этих частотах. LPD, там, по-моему, 69 каналов. PEMIR 8 каналов. Забиваете их в память, эти каналы. И спокойно обсуждаете все, что хотите. То есть, договариваетесь там в группе, там, например, там, на шестом или там, на восьмом канале, на любом. Настроили свои рации там в группе. И обсуждаете все, что хотите. Там, кто идет за водой, где там швартуемся, где там делаем стоянку. То есть, никто вам за это ничего не скажет. Спокойно используйте по своей необходимости. Какие еще бывают варианты? Ну, есть еще радиостанции гражданского диапазона CB, коротковолновые. У них дальность чуть больше. Но они, как правило, не используются в переносном варианте. Почему? Потому что для корректной работы этих радиостанций требуются очень большие громоздкие антенны. И эти радиостанции стали популярны у дальнобойщиков. Эти частоты CB, гражданские тоже. Ну, еще, как резервный вариант, есть возможность в крайнем случае использовать любительские диапазоны на VHF. Это от 144 до 146 МГц. Частоты, они любительские диапазоны. Единственное, они требуют работы радиолюбителей, которые имеют официальный позывной зарегистрированный. То есть, такие лицензированные радиолюбители. И если вы выходите без позывного на этих частотах, то это, в принципе, радиохулиганство. То есть, поэтому, ну, в крайнем случае, если нужно, то помешать вы там никому не помешаете. То есть, на двойке тоже у меня были случаи, когда мне приходилось использовать двойку. Но особенно необходимости в этом нет, потому что, повторюсь, есть гражданские там LPD PMR, на которые может заботно общаться. Вот для этих целей у меня есть вторая радиостанция. Они совсем недорогие. И вы спокойно их найдете на Алиэкспрессе или где-то еще. Тот же Бауфенг, тот же Куаншенг, там Радиотел, там Ретевис, ТИОАЙТИ. Большое количество производителей раций. Вот. И я считаю, что эти рации нужны на самом деле. Потому что полагаться на сотовую связь в походах это нельзя. Не всегда она есть. Не всегда корректно работает. Иногда пропадает. И вообще сотовый телефон штука прожорливая и ненадежная в таких вещах. Вот. А надо оно вам или нет, это, конечно, решать вам. Сами смотрите. Ну, все, что хотел сказать, сказал. Ладно, всем пока. 57 и 85 километров проводки. Выставлен дополнительный красный, освещаемый будет без номера. Огонь красный постоянный.